Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Начнем, что происходит в Карабахе. Вчера я выпустил ролик, где Араик Ратюнян прямо заявил Варданяну, что тот должен покинуть свой пост. И теперь продолжение по этой теме. Пашинян тоже поднял вопрос о ставке Варданяна. Вот на фотографии Пашинян. Вот Варданян. Пашинян недоволен, что там Варданян занимает пост. Хочет его оттуда убрать. Никол Пашинян не хочет, чтобы Рубен Варданян работал в Карабахе. Это требование премьера Армении, чтобы окончательно передать Карабах Азербайджану. Заявил представитель сепаратистов Давид Голстян. По его словам, у главаря армянских сепаратистов Рэй Каратюняна нет. Межличностных проблем с Варданяном. А вопрос его ставки был поднят по инициативе Пашиняна. В общем, самый главный, кто хочет убрать Варданяна, это Пашинян. Никол Пашинян не хочет, чтобы Рубен Варданян работал в Карабахе. Это было требование Пашиняна. Подорвать, окончательно передать Карабах Азербайджану, так создавая проблемы. Ослабляя, в общем, Карабах, там их сепаратистов. Вопрос не в Рубене Варданяны. Всякий раз, когда Варданян противостоял Николу Пашиняну, возникали проблемы. Варданян сказал, что ждет от Армении не только финансовой, но и гуманитарной помощи. Но Армения должна вести гораздо более серьезную работу по регулированию сложившейся ситуации. Ну, на дороге, да, Ханькинди-Лачин, Варданяне довольны, что Пашинян вообще не помогает там разблокировать эту дорогу. И Николу Пашиняну все это не понравилось, сказал этот голстян армянин. В общем, сейчас там в армянской прессе выступили за поддержку Варданяна, и вот что здесь пишут. Так, как многие уже быстро забыли о том, что Варданян сделал для Армении. Уже начинают вспоминать все заслуги Варданяна. Что он, мол, там помогал тут развивать туризм в районе Сюника. Какую-то школу открыл еще. Всего лишь несогласие с некоторыми действиями Пашиняна, и все. Существенный час общества готовы его записать враги народа. В общем, в Армении записывают Варданяна, и как враг народу уже считают, потому что он против Пашиняна. Забыв о всех прежних заслугах человека. Большевистский лозунг «Кто не с нами, то против нас действие». Так, Пашинян слишком эмоционально подходит ко всем вопросам, что зачастую мешает. Даже ему не понравился сразу вопрос Варданяна. В общем, надо помнить, что он один из самых крупнейших авторитетных армянских бизнесменов и меценатов, у которого хорошие связи по всему миру. Ну да, видите, армяне надеялись, что Варданян им поможет. Он бизнесмен, миллиардер, у него связи по всему миру, будет помогать армянам развивать бизнес. А Пашинян на него наехал, хочет убрать его. Надо все помнить, что этот Варданян очень известный в мире бизнесмен. А у нынешних реалиях Армении, особенно после скандала, инвестиционный имидж Армении и так невысокий. Не стоит портить отношения с крупными инвесторами. Тем более, когда ты хрияно зазываешь в Армении, уверяешь, что сделали все, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно и защищено. В общем, ситуация, видите, напряженная. Сначала армяне были рады Варданяну, теперь они хотят его оттуда убрать. Особенно карабахские армяне, думаю, уже Арей Каратюнян точно настроен, чтобы его оттуда выкинуть. Ну и вот последние новости про Пашиняна. Пашинян занервничал, уже отмечают. Источники, близкие к властям Армении, шепчутся, что премьер-министр Никол Пашинян находится в довольно нервном состоянии. После знаменитой пресс-конференции, которая стояла 10 января. Пашинян открыто выступил против Путина, а теперь занервничал. Понял, что Путин его не простит, такие выходки. Так же, как и в последующие, после 9 ноября 20-го года дни, он начал подозревать всех подряд, даже самых преданных, отмечает и знает. Он уже не доверяет своим подчиненным, ну, как сказать, кто окружает его, все эти соратники, как бы сказать, ну, кому он еще доверял раньше, думают, все хотят его уже убрать, как бы. Ну, в общем, враги появились у него там. Согласно тем же слухам, правительстве тоже царит довольно тревожная ситуация. Там не знают, в каком ведомстве вдруг появится Пашинян и какое ЧП устроит, утверждает издание. В общем, вот такие новости. Неспокойно там у них в Армении, в общем, Пашинян борется за свое кресло, Варданян борется за свое кресло. Говорит, я не собираюсь уходить оттуда, с Карабаха, это пост. В общем, вот такой бардак сейчас в Армении. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.